Дик Фрэнсис. Игра без козырей. Читает актер Валерий Толков. Глава первая. Я не очень дорожил работой, пока не получил пулю в живот и чуть не потерял эту работу вместе с жизнью. Но кусок свинца 38-го калибра превратил мои кишки в перечницу и я остался лежать на полу с таким пожаром в животе, какого еще никогда не испытывал. Впрочем, иначе я бы никогда не встретил Занну Мартин и до сих пор крепко держался бы за паутинку минувших радостей, никому не нужной и, главное, надоевшей самому себе. Эта пуля стала первым шагом к освобождению, но тогда я так не думал. Я подставил себя под выстрел потому, что мне было на все наплевать, а плевал я на все потому, что мне было скучно. В больнице я, понемногу придя в себя, обнаружил, что нахожусь в отдельной палате, за которую несколько дней спустя получил фантастический счет. Едва открыв глаза, я уже пожалел, что не попрощался с этим миром насовсем. Кто-то разжег у меня в животе костер. Прямо над моей головой шла беседа в раздраженных тонах. После наркоза путанные мысли вяло дрейфовали в мозгу, будто облака в летнем небе. Без всякого энтузиазма я попытался понять, о чем идет спор. Нельзя ли ему что-нибудь дать, чтобы он быстрее проснулся? Нельзя. Понимаете, мы ничего не можем сделать, пока не услышим от него, что произошло. Уже почти семь часов, как вы закончили операцию. А до этого он четыре часа лежал на операционном столе. Вы хотите закончить то, что начал выстрел? Доктор, к сожалению, вам придется подождать. Этот парень на моей стороне, подумал я. Пусть подождут. Зачем мне спешить в этот скучный мир? Почему бы не проспать целый месяц и, когда они погасят этот костер в животе, вернуться к обычным делам? Я нехотя открыл глаза. Оказывается, была ночь. Электрический шар сиял посреди потолка. Теперь посчитаем. Когда рассыльный Джонс нашел меня, истекающего кровью, на полу офиса и побежал к телефону, было утро. Значит, с тех пор, как мне сделали первый укол, прошло двенадцать часов. Интересно, хватит ли двадцати четырех часов паникующему неудачливому проходимцу, чтобы незамеченным удрать из страны? Слева от меня стояли два полицейских, один в форме, другой в штатском. Оба блестели от пота, потому что в палате было очень жарко. Доктор справа переливал что-то из бутылки в колбу, откуда жидкость по трубочке текла мне в руку. Другие трубочки тянулись к нижней части тела, наполовину прикрытые марлей. Капельница и дренаж. Мысленно я усмехнулся. Очаровательно. Реднер стоял в ногах кровати, смотрел на меня и не принимал участия в продолжающемся споре между медициной и законом. Никогда бы не поверил, что стою так дорого. Сам шеф пришел ко мне в больницу. Но потом я понял, что не каждый день кто-либо из его служащих устраивает такие неприятные спектакли. «Он пришел в сознание», — сказал Реднер, «и глаза не такие затуманенные, как раньше. Теперь мы, наверное, услышим от него что-то осмысленное». И он взглянул на часы. Доктор склонился надо мной, пощупал пульс и кивнул. «Пять минут. Ни секунды больше». Полицейский в штатском на долю секунды опередил Реднера. «Можете сказать, кто в вас стрелял?» К моему удивлению, говорить было ужасно трудно, но не так, как утром, когда они задавали мне тот же вопрос. Тогда я вообще не мог выговорить ни слова, потому что далеко ушел из этого мира. Теперь я вступил на путь, ведущий назад, но прошел совсем немного. Полицейский несколько раз повторил свой вопрос и долго ждал, пока я выговорю ответ. «Эндрюс». Имя ничего не значило для полицейского, но Реднер выглядел удивленным и разочарованным. «Томас Эндрюс?» «Да». «Я уже говорил вам, что Холли, вот он, и другой мой оперативник устроили засаду, чтобы раскрыть одно дело, которое мы расследуем». «По-моему, они надеялись поймать крупную рыбу, а получилось, что наживку схватила мелюзга», — объяснил полицейским Реднер. «Эндрюс — мелкая сошка, слезняк. Его использовали в основном как рассыльного. Никогда бы не подумал, что он носит оружие и может выстрелить». И я тоже не думал. Эндрюс неумело вытащил револьвер из кармана куртки и трясущейся рукой направил на меня. Ему пришлось нажать на курок двумя руками. Если бы я не увидел, что на нашу наживку клюнул всего лишь Эндрюс, то никогда бы не вышел из темноты умывальной комнаты. Я собирался спросить у него, зачем он в час ночи вломился в офис агентства Ханта Реднера. Мне и в голову не приходило, что он решится напасть на меня, а тем более выстрелить. Когда я наконец понял, что он и в самом деле готов спустить курок, а не просто машет револьвером для пущего эффекта, было уже поздно. Едва я повернулся, чтобы выключить свет, как пуля по диагонали прошла через мое тело. Когда я упал, он, всхлипывая и охая, на заплетающихся ногах побежал к дверям с побелевшим от испуга лицом и заячьим страхом в глазах. Он сам не верил в то, что сделал, и был почти в таком же ужасе, как я. Когда был сделан первый выстрел, спросил полицейский. Примерно в час ночи, после паузы ответил я. Доктор глубоко вздохнул. Он мог не говорить, я и так знал, как мне повезло, что я остался жив. Слабее с каждой минутой, я лежал на полу холодной сентябрьской ночью и с отвращением глядел на бесполезный телефон. Все телефоны в офисе работали через коммутатор. С таким же успехом можно добраться до луны, думал я, представляя длинный коридор, винтовую лестницу и дверь в дежурку, где крепко спала телефонистка. Описание Томаса Эндрюса я узнаю у кого-нибудь другого, сказал полицейский, записав в блокнот мой ответ. Но я был бы рад, сэр, если бы вы вспомнили, во что он был одет. Черные джинсы, очень тесные, оливковый свитер, поношенная черная куртка. Я помолчал. Черный меховой воротник, черная с белым клетчатая подкладка, все потертое и грязное. Я опять помолчал, набирая сил. Револьвер у него был в кармане куртки справа. Он унес его с собой. Ботинки? Не видел. Что-нибудь еще? Я подумал. Какие-то нашивки. Название клуба, череп и скрещенные кости. Что-то вроде этого. На куртке, на левом рукаве. Понимаю. Хорошо, теперь мы начнем работать. Он захлопнул блокнот, улыбнулся и быстро направился к двери. За ним его коллега в форме и Реднер, наверное, чтобы дать описание Эндрюса. Доктор опять пощупал у меня пульс, проверил, как поступает жидкость из капельницы, и на его лице отразилось удовлетворение. У вас лошадиный организм? Весело сказал он. Нет, возразил вернувшийся Реднер. Лошади очень деликатные создания. У Холли организм жокея. Жокея стипльчеза, кем он и был раньше. Его тело способно гасить удары, оно привыкло ко всяким переломам, ушибам, травмам, которые он получал на скачках. А что случилось с его рукой? Упал, когда брал препятствия? Реднер быстро взглянул на меня и тут же отвел глаза. В офисе никто и никогда не упоминал о моей руке. Никто, кроме моего коллеги Чика Бернса, с которым мы вместе решили, что нужна засада. Но тот вообще никогда не задумывался над тем, что говорит. Да, почти не разжимая губ, произнес Реднер. Именно так. Он переменил тему разговора. Ну, Сид, когда встанете на ноги, загляните ко мне, а пока набирайтесь сил. Он неуверенно кивнул, потом они с доктором переглянулись и направились к двери, перед которой потоптались еще немного, уступая друг другу дорогу. Ага, значит, Реднер не очень торопится снова взять меня на работу. Если бы у меня хватило сил, я бы улыбнулся. Когда он предложил мне место у себя в агентстве, я сразу догадался, что это мой тесть подергал где-то за нужные ниточки. Почему бы и нет, решил я. Мне на все было наплевать. Почему бы нет? Так я ответил и Реднеру, и он взял меня в отдел скачек для разыскной работы. Его вроде бы не смущало, что у меня совершенно нет опыта. Другим же сотрудникам он объяснил, что меня следует использовать в качестве консультанта, поскольку я прекрасно знаю правила игры. Сотрудники восприняли его слова сдержанно. Наверное, они понимали, как понимала я, что работу мне дали из жалости. Возможно, они думали, что меня распирает от гордости, поскольку я заслужил жалость в такой завуалированной форме. Но меня не распирало. В той форме или в другой мне было наплевать. Агентство Ханта Реднера состояло из отделов, занимавшихся розыском пропавших лиц, разводами и охраной имущества. Оно также предоставляло клиентам телохранителей и караульных для скаковых лошадей. Был и еще один отдел, почти такой же большой, как все остальные вместе взятые.